Да, новость сегодня главная, она затмила, собственно говоря, буквально все, умер наконец Михаил Сергеевич Горбачев, только ленивый буквально не перемыл ему косточки, мы, Миша, с тобой вроде люди не ленивые, поэтому предлагаю присоединиться к этой вакханалии. А роль личности в истории обсудим сегодня с профессором Михаилом Поповым. Михаил Васильевич, здравствуйте, Аброрна Ленина. Здравствуйте. А сегодня уж как только не обсудили эту тему, трудно быть оригинальным, но я все-таки попробую. Вот как хочется сформулировать вопрос. А не сильно ли мы преувеличиваем значение Михаила Сергеевича в развале Советского Союза? Не стал ли он, с вашей точки зрения, лишь естественным выражением уже разложения коммунистической партии того времени? Нет, я думаю, что он один из той троицы, которую надо отдельно выделить. А троица состоит из трех человек – Хрущев, Горбачев и Ельцин. Вот они отличались по форме своего выступления, по манерам, а делали одно дело. И делали, можно сказать, заодно. Потому что Хрущев сделал главное, он такую программу представил на съезде, из которой была выброшена главная в марксизме диктатура пролетариата, и это сделала партия на съезде. Он удачно обманул членов партии. Это, конечно, этих членов партии не оправдывает в том, что они не разбирались в главном марксизме. Но факт остается фактом, тем более, что мы должны принять во внимание, что во время войны три численности партии погибло. И у нас в партии много было людей, которые не очень разбирались в вопросах теоретических, марксистских, но они зато стояли насмерть и обеспечили победу. Затем Горбачев, который пришел тогда, когда уже основные дела по разложению социализма были сделаны, и в теоретическом плане, и в практическом уничтожена система планово-централизованного управления. При Хрущеве еще сонархозы появились вместо государственного планово-централизованного управления. Были убраны машино-тракторные станции при Хрущеве. А станции это были не отдельные станции, это была единая государственная система, через которую по контрактации кооперативы колхозные, сельскохозяйственные кооперативы имели связь с государством. Через контрактацию они получали необходимые средства, и в то же время они отправляли продукцию по твердым ценам. Поэтому это была вторая форма общественной собственности на землю. Лучше сказать, вторая часть общественной собственности на средства производства. А вот Горбачев оказался хитрым человеком, и можно, конечно, удивиться наивности людей, которые его слушали, но факты остаются фактом, что ему верили. Потому что молчаны, которые перед ним были, Брежнев, который сам ничего не мог толком написать, и другие, которые, Черненко и так далее, они не выглядели красиво на трибунах. А Горбачев выглядел легко, красиво, с народом общался и так далее. А что он доказывал? Все вот эти изменения, которые на самом деле ломали социализм и разрушали Советский Союз, он их продолжил, объявив так называемую перестройку. А еще Ленин про перестройки эти говорил, что и от этих перестройок получается такое бедствие, что я больше бедствия в своей жизни и не знал. Не перестраивать надо, а вот улучшать, собирать новое, что есть в нашей жизни, и продвигать вперед. Ну и, наконец, Ельцин, который завершал то, что подготовил Горбачев. А Горбачев все приготовил к тому, чтобы уничтожить непосредственно партию, непосредственно государственную собственность и уничтожить Советский Союз. Но уничтожение Советского Союза, в том числе Ельциным, проходило именно при Горбачеве. Значит, вот 12 июня мы празднуем, я хотел сказать, отмечаем печальную дату, но празднуют по-прежнему, значит, 12 июня, в кавычках. А что отмечают? Отмечают тот день, когда Верховный Совет России под руководством Ельцина при Горбачеве принял решение о том, что на территории России верховодят законы России, а не законы СССР. Поэтому 12 июня – это самый черный день, который означает уничтожение Советского Союза. Через месяц такое же решение принял Верховный Совет Украины, то есть позже. Нет, простите, Белоруссии, а еще через месяц уже Украины. Ну, после того, как три, так сказать, республики, поскольку они, так сказать, были основными двигателями Советского Союза, основной, так сказать, основной экономической, политической единицей, после этого Советский Союз уже было не удержать. Но нужно было создать иллюзию, что он сохраняется. Вот этим занялся Горбачев. Горбачев это делал очень искусно, и напомню о его референдуме. К сожалению, сколько раз я вот и письменно, в том числе и в научных работах по поводу этого референдума, и в устных выступлениях, и на радио, и, так сказать, и в других местах, говорил о том, что вы почитайте, если вы наберете в компьютере, какой бюллетень раздавался на референдуме в 1991 году, вы за обновленный Союз Советских Социалистических Республик, как Союз Суверенных Государств, в котором и так далее всякая полтовня. А что такое Союз Суверенных Государств? Это Союз Разделенных Государств, то есть это никакой не Союз. Можно сказать, независимых государств. Как у нас есть СНГ, в Таврическом дворце сидит, ничего не делает, но у нас как бы есть это СНГ. Оно никаких прав не имеет, потому что никто не обязан ничего выполнять, что решит это СНГ. Горбачев имитировал составление даже Конституции. А какая может быть Конституция СНГ или ССГ, Союза Суверенных Государств? Раз они суверенные, то никакой основной закон не может существовать. Поэтому он обманывал, а никакого проекта не было, а весь проект сводился к одному – уничтожить Советский Союз. И надо сказать, что если мы обвиняем Горбачева, то какую-то долю вины должны взять на себя эти люди, которые до сих пор тешат себя иллюзиями. Если написано, что Союз СССР остается, они верят. Ну, как можно верить, когда уже написан Союз Суверенных Государств? То есть, никто не обязан выполнять законы Советского Союза. Вот какое страшное преступление. То есть, ну, из них самый хитрый враг – это, конечно, Горбачев. Ну, он может посоревноваться с Хрущевым, но, тем не менее, уж такого отношения к Хрущеву, когда думали, что он такой хороший, такой близкий к народу и так далее, в общем-то, не было. А вот Горбачев завоевал у некоторых даже некоторую любовь. А в чем состоит любовь? Он говорил, у нас перестройка, у нас совершенствование социализму, верили, как малые дети. И не смотрели на то, что делается, а смотрели на его разговоры. И с помощью этих разговоров он привел дело к тому, чтобы был уничтожен социализм. Надо сказать, что даже выборы в Советы, они у нас, несмотря на то, что виды изменения претерпели в 1936 году, они предполагали до Хрущевской перестройки и до изменения Конституции, которую провел Горбачев, они предполагали, что кандидаты выдвигаются обязательно производственными коллективами. То есть, никто не мог попасть никак в депутаты, минуя какие-нибудь производственные коллективы. Но Горбачев сказал, что любые организации теперь общественные могут выдвигать кандидатов, то есть, друзья кино, филателлисты и КПСС. А ведь КПСС до этого не могла выдвигать кандидатов. У депутатов никакого уровня власти. Ну и получилось, что большая группа, целая толпа ревизионистов, друзей Горбачева, зашли в Верховный Совет, в Союз. И таким образом сформировался орган власти, который был готов уже принимать любые решения, независимо от партии, поскольку это был, так сказать, уже верховный орган. И осталось только Ельцину уничтожить, собственно, и закрыть КПСС. Хочу сказать, что поскольку я непосредственно в это же самое время в рамках движения коммунистической инициативы пытался, можно сказать, в какой-то степени удачно, но больше неудачно, пытался убедить людей в том, что Горбачев поступает с контрреволюцией, а не с перестройкой. В том числе можно набрать в интернете Михаил Попов выступление на учредительном съезде Компартии РСФСР, ну и убедиться в том, что там было сказано. И буря аплодисментов была, когда я сказал, что перестройка – это контрреволюция. Более того, значит, Горбачев, как хитрый человек, никак на это дело не среагировал. Люди похлопали, но почему-то были в плену у Горбачева. Вот что он им говорил, то они и делали. И никак их было с этой точки и сдвинуть. Мы даже в рамках движения коммунистической инициативы добились того, что приняли участие в работе секретариата СК, который готовил материалы к 28-му съезду. Это был зал секретариата. Был Александр Владимирович Золотов, член СК Компартии РСФСР, который меня намного моложе, но доктор экономических наук, он профессор, заведует кафедрой в Нижнем Новгороде, в Нижегородском университете. Вот и я. Мы подготовили к этому мероприятию, к рассмотрению программы Горбачевской, два издания, одно в Нижнем Новгороде, в газете Нижегородской, в правде, а другое у нас, вот я организовал подготовку брошюры с текстом нашей программы. В программе КПСС Движения коммунистической инициативы на первой странице было написано «Изгнать из партии, проводящей антинародную политику, антикоммунистическую фракцию Горбачева». Вокруг этого здания ЦК, во время заседания ЦК, которое готовило материалы к 28-му съезду, раздавалась газета «Молния», где наши товарищи московские то же самое напечатали «Изгнать из партии, проводящей антинародную политику, антикоммунистическую фракцию Горбачева». Хитрый Горбачев никак на это не реагировал. Он был уверен, что пусть, говоря, у него большинством, и большинством этим он располагал. Вот такая была картина. Теперь хочу сказать, что на этом самом заседании я попросил выступления, Горбачев посмотрел так, а Попов дадим ему, но потом, во второй части. Во второй части мы свое сказали, и я, и Александр Владимирович Золотов, который особо хорошо выглядел, потому что он у меня намного старше, попростите, намного моложе, и поэтому было видно, что сказать, что новое молодое поколение идет за Горбачевым, никак не получится. Начал Горбачев предлагать сделать президиум. Как вы к этому отнесетесь? Давайте только без бумаг, давайте по-простому. Как вы к этому отнесетесь? Я говорю, как отнесемся? Если сидеть собираетесь, а не политику вести, то, конечно, президиум, а не политбюро. Он так хмыкнул. Говорит, ладно, оставляем политбюро. Ну, а если, а как назвать? Вот генеральный секретарь теперь будем называть, или президент, или председатель президиума. Ну, я говорю, если вы сидеть собираетесь, ничего не делать, то председатель президиума, а если политику вести, то все равно это генеральный секретарь. Ладно, оставляем. Короче говоря, мы там выступили. При этом в защиту Горбачева и Горбачевской программы выступил один товарищ из Ленинграда, заведующий кафедрой, историк, которого я хорошо знаю То есть были люди, которые эту линию Горбачевскую проводили Еще хочу об одном эпизоде рассказать, с которым я имел некоторые отношения, то есть могу из первых рук об этом рассказывать Это мы придумали, что надо поехать в Москву уже при Ельцине и закрыть хотя бы на один день фонд Горбачева Мы приехали, а кто мы? Это совет рабочих Ленинграда направил группу совет рабочих Москвы и совет рабочих Смоленска Я как консультант советов рабочих там выступал, мы закрыли И с одной стороны, это находится около, это бывшая школа, партийная школа, в которой готовили кадры для других партий Ленинская школа А это стало корпусом, огромным корпусом фонда Горбачева Мы сделали очень просто, сделали бумажечки с печатью Совета рабочих Ленинграда Запечатали этими бумажечками вход фонд Горбачева И с 9 утра и до 10 никого туда не пускали, ни с одной, ни с другой стороны И вот приезжает, прибегает ученый секретарь фонда Горбачева и говорит Пустите, мне там важные документы надо взять Мы говорим, пустим только при одном условии Вы принесете нам оттуда документы учредительные фонда Горбачева И он принес И мы их получили И очень кстати, потому что явился зам префекта Центрального округа И когда он явился Мы ему зачитали, что написано в учредительных документах Что фонд Горбачева учрежден Горбачевым, который внес туда 400 тысяч долларов Сенатором Крэнстон, Крэнстоном, сенатором Киссингером и сенатором Накасоне То есть это шпионский центр на территории, центр иностранного влияния на территории Москвы Я спрашиваю этого зам префекта, а это у вас что ли такой вот центр? Да, это у нас, он говорит, вы тут до скольки? А мы тут, говорю, до 16 часов И уехал А потом приезжали с высокими званиями милиционеры на машинах Тоже что тут за непорядок? Нет, тут полный порядок Вот Совет рабочих, Смоленска, Ленинграда, Москвы Вот у нас здесь пикет по закрытию Сегодня на один день фонд Горбачева А с целью его дальнейшего закрытия Вот, а не как же так, да что такое? Говорю, а вы какая милиция? Частная или государственная? Вы государственная? Это какой год? В каком году? Это было при Ельцине уже Ну вот я просто хотел привести примеры Которые я почерпнул не из книжек, а из непосредственного знакомства с этим деятелем Вот, и хочу сказать, что вот эти три предателя Предателя это Хрущев, Горбачев и Ельцин Это вот те люди, которые непосредственно являются государственными, так сказать, преступниками Врагами социализма, врагами трудящихся Которые заслуживают того, чтобы навсегда их припечатать Может быть, вот в этом самом Ельцин-центре Которые я должен, надо тоже собирать все гадости, которые они сделали И документы, которые говорят о том, как они уничтожали, разрушали И это урок для всех будущих, так сказать, коммунистов И нынешних коммунистов, марксистов Чтобы они не ловились так легко на то, что им рассказывают И не думали, еще думали своей головой Занимались бы и разбирались Это нас, например, подвигло к тому, чтобы создать фонд Рабочей Академии К тому, чтобы через два месяца после уничтожения КПСС Мы открыли Российскую Коммунистическую Рабочую Партию И зарегистрировали ее у Ельцина А потом с 93-го года действует Рабочая Партия России В течение 10 лет функционирует уже, вот 11-й год Красный университет Фонда Рабочей Академии Я хочу сказать, что мы препятствий каких-то в наше время В нашей России буржуально-демократической С точки зрения препятствий нашей пропаганды не видим А мы видим, что некоторые товарищи думают, что как-то само собой образуется Без того, чтобы разбираться, без того, чтобы видеть, отличать позитивное от негативного Движение вперед и движение назад И ждать, что кто-то как-то это сделает Поэтому вопрос по-прежнему стоит в том, чтобы решать это так, как и решалось Надо создавать рабочие комитеты Надо создавать советы рабочих на предприятиях Надо вести профсоюзную борьбу, экономическую, политическую, идеологическую Надо, так сказать, расширять партию И в таком случае, так сказать, мы можем вернуть те завоевания, которые у нас забрали И это урок, так сказать, для всех, что не надо отдавать И что классовая борьба продолжается до тех пор, пока классы остаются А для полного уничтожения классов нужна диктатура пролетариата Когда, как писал Ленин, только определенный класс Городские, фабрично-заводские, промышленные, рабочие В состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых Во всей борьбе за полное уничтожение классов Михаил Васильевич, ну последний вопрос все-таки Касаемый реформ Горбачева, а точнее перестройки Если так прикинуть, то мне кажется, что это было абсолютно, конечно, неумелое Но действие в виде создать, хотя бы приблизиться К какой-нибудь сталинской индустриализации, я имею в виду, по форме Так ли это? Или он сразу ввел нас в рыночную экономику? То есть, ревизионизм был 100%? Не сразу Вот смотрите, на 27 съезде были приняты всякие решения О том, что надо усиливать там и планомерность, и то, и сё, и пятое, и десятое Но буквально прошло чуть больше месяца, январский пленум И после этого, значит, всё это уничтожается и превращается в вот эту так называемую перестройку Которая просто как вот эта чёрная муть, которая всё уничтожила и всё уничтожала То есть, все эти, никаких уже партийных решений и толковых не было И было движение только одно – на рынок На рынок, а что такое рынок? Рынок – это сфера обмена товаров На товар Поэтому, ну вот только слово «социалистическое» прибавлялось Если какую-то гадость сделать, надо писать «социалистическая гадость», «социалистический товар», «социалистический капитализм», «социалистическая эксплуатация» Вот если слово «социалистическое» прибавлять, то наивные люди на это клюют И дальше со словом «социалистическое» уже просто уничтожалось всё, что есть Ведь полностью уничтожили всю систему управления экономикой У нас же было министерство до кучи И среднего машиностроения, и легкого, и легкой промышленности, и тяжелой промышленности, и прочее, и прочее, и прочее. А сейчас есть только одно министерство, которое занимается экономикой, в котором руководил Мантуров. Кстати, неплохо, и хорошо, что он продвинулся выше. А второе министерство экономического развития у нас – это министерство, которое подготовило одного уголовника, который сидит в тюрьме, поскольку он взятку получил. И другой у нас есть в правительстве, был человек Абызов, тоже недавно уголовное дело на него завели. То есть, вот с того времени идет такая картина, что надо вспомнить, что надо с мерзавцами расправляться, как с мерзавцами, отправлять их в тюрьму и не жалеть. Спасибо большое, Михаил Васильевич, за такой всесторонний исторический рассказ, который видел, как это все происходило. Благодарю вас за то, что приняли участие в нашей программе. До скорых встреч!